Энергетики просят автомобилистов убрать свои машины подальше от котельной Северная в промзоне, где альпинисты красят трубу. Реставрация маркировки продлится до конца месяца. Водители прячут припаркованный транспорт под полиэтиленом, либо отгоняют подальше от котельной Северная, где уже неделю работают промышленные альпинисты. Верхолазы-маляры восстанавливают маркировочную окраску дымовой трубы. В соответствии с федеральными авиационными правилами, она должна быть ярко-полосатой, бело-красной. Никакой корпоративной символики. Здесь больше не эстетическое художество покраски дымовой трубы, а защита ее от атмосферных осадков. Она используется для объектов в условиях повышенной влажности, в атмосферных условиях. Поэтому краска специально используется органно-силикатная композиция, которая проникает глубокого проникновения и проникает в слой бетона, тем самым защищая его от последующих разрушений. Покраску дымовой трубы начали с самой верхней точки. С помощью специального страховочного оборудования люди-пауки поднялись на 80 метров над городом. Практически вручную им предстоит восстановить сигнальные цвета на площади в 3000 квадратных метров, использовав более тонны краски. Люди-профессионалы, они поднимаются на трубу по лестнице, дальше стропятся на веревках и с помощью оттяжек перемещаются по трубе. Что касается покраски, то краска подается под специальным оборудованием, поршневыми компрессорами, которые создают высокое давление и по шлангам закачивается туда наверх. Окрашивание трубы проходит под специальной технологией распыления, благодаря которой лишняя краска оседает на землю в виде сухой пыли. Однако энергетики все же просят автовладельцев парковать транспорт в радиусе более 300 метров от котельной. Есть риск возможности попадания краски на близлежащие автомобили, но судя по той технологии, которую они используют, разлет краски практически минимальный. Работают альпинисты быстро, но свои коррективы вносит погода. В дождь приходится спускаться на землю. Но к первому сентября все работы планируют завершить окончательно.